2022 год небольшое интервью с девочкой алиной привет привет алина расскажи пожалуйста чем ты занималась до войны ой до войны у меня была постоянная работа работала на рынке на рынке вы просто обычно продавали есть или рано вставала до 5 6 работала до 3 до 4 мало ли жала домой как-то жила как обычный человек когда было все абсолютно спокойно алина очень любит животных у нее две большие собаки да это есть не одна большая одна маленькая деточки мальчик и девочка алина очень добрый человек мы познакомились когда нам нужно было ребятам отвезти сало мясо мы хотели им отвезти и мы заехали на рынок и так познакомились потом нам нужен был хлеб алина организовала много хлеба на южную часть региона нашего запорожского вот когда мы отправляли скорую помощь на на константиновку 90 мб 81 дшб нам необходимы были колесо запаска баллоник и также домкрат мы обратно же возвращаясь алина всегда звонила всегда спрашивала переживала за нас и между слов услышала эту нужду вот этот вот дом это все люди которым обратилась алина как это произошло что ты сделал для этого мы утром проснулись у нас оказались деньги и мы купили этот домкрат колесо алина нашла за 300 гривен да но не новое но очень радовались водитель в константиновке я просто понимаю что все что то что сейчас происходит в стране насколько вот эта вся ситуация напряженная я понимаю что допустим на всех ребят на наших помощи не ну не хватит помощи государства до много выделяют но нет ни ко всем ребятам она доходит но мы взяли направление на схит и вот делая обратилась но что я но хорошо идем вспомню с вопросом могут ли они помочь чем-то у вас тут есть какая-то общая группа да да у нас есть сообщество подумал с бб я выставила обращение сообщества извинившись перед соседями тушу к нашему дому это не относится и можем ли мы чем-то помочь откликнулась довольно таки много людей и это были но в основном пенсионеры каждый ну нес кто шо мог кто мог скинул денежку на карту кто мог там чай кофе я помню с этой двери вышла женщина просто дала 500 гривен и сказал купите все необходимо и мы доложили эти денежки купили как раз домкрат я также помню тут на лавочке сидел парень который побежал быстро собрал пакет вещей для переселенцев во второй интернат сегодня алина тоже целую коробку вещей собрала и колеса это романы родственники романа сестра передала там детские же так вот простые люди вот и слышишь что юра сосед привез пять колес он говорит но они мне не нужны они лежат а ребятам они понадобятся не пригодятся не найдут им применение алиночка помнишь свои первые впечатления 24 февраля вот ты проснулась и услышала ты собиралась ехать на работу да что ты тогда вот я вышла как обычно погулять с собаками встретила знакомую разрывусь ну платье она мне сказал вышел россия напала на украину у тебя есть родственники в россии у меня снова знакомых россия если еще мы первые недели две мы как-то ну переписывались мы общались то чем больше проходило от времени от этого дурдома то есть люди они звонят они говорят а нам показывают то-то я начинаю материться я начну плакать орать объяснять что это неправда это неправда беременные девки нас рожают в подвалах подвой сирены пожилые люди которые на костылях на палочках они идут услышавой сирены падает на землю прикрывают голову руками и запорожье здесь первые кто видели этих переселенцев здесь реально вот мы много видели переселенцы то вообще очень страшно колонны а я никогда не забуду когда приехали люди я их видела может быть за все время раз я вышла на балкон покурить заезжает машина становится я же контролирую что по дворе не было чужих машин мы их просто выгоняем и не пускаем чужаков к себе во двор мало ли что вдруг он сепаратюга какой-то люди выходят с машины муж жена их дочка и подруга дочки у нее родители погибли в мариуполе и нет девочку забрали к себе и вышла их мама и отец эти люди падают прямо на землю и не начинают ее целовать и плакать я бросила сигарету вышла к марию вы откуда что случилось не мне рассказывают мы с гуляй поля а я помогла им подняться в квартиру отнесла там кое-какие продукты но на первое время чтоб у них было когда володя мне показал видео то вот что у него было дома и что стало ну сказать что у меня был шок это не сказать ничего это я не знаю запикивайте не запикивайте это конченые пидорасы и твари их сюда никто не звал куда они блять пришли кого они пришли освобождать от кого скажи пожалуйста а когда мы с тобой знакомы можно сказать самого начала войны на какое-то время мы там мы просто ездили просили в аптеках вот так вот руку протягивали просили дайте пожалуйста лекарств для солдат помнишь мы тебе рассказывали как ты начал искать прокладки идет бинты я помню эти моменты просто их нет ни на фотографиях не на видео мы мало вообще тогда снимали я думаю что прости что я тебя перебью но я не люблю всей этой публичности я не люблю от этой показухи даже вот это видео вот это вопреки моим это для истории но я считаю что допустим вот нас собралось четыре человека да мы скинулись по 250 гривен 250 гривен это пять пачек моих сигарет пять пачек я лучше эти 250 гривен вот мы собрали тысячу мы ломанулись в атб мы выгребли то что там было то что оставалось на полке я считаю что для меня потратить удар нас на 4 человека для меня потратить 250 гривен ради того что я пускай три дня в неделю но я могу поехать на работу заработать какую-то копейку пацаны дают мне эту возможность благодаря им у меня над домом не летит не свист не свистит но твои впечатления когда мы присылаем тебе фотографии когда ребята все это получают и спрашивают откуда все это мы время это вам передали все люди они всегда спрашивают как там запорожье как там вообще они же ничего не знают но они всегда как бы с трусящимися руками с благодарностью и мне мне всегда важно все это рассылать тем что это помогает там и интернат и в днепропетровске хлебом делятся хлеб когда привозим они очень радуются воды обычного даже сала вот просто какой-то вот маленький презентик они всегда рады этому я хотела еще один вопрос задать как ты думаешь украина победит по-другому быть не может это не сука к нам пришли они к нам прилезли не мы к ним у нас сильные ребята у нас народ умница у нас друг за дружку стоят надо будет если до этого дела дойдет мы побросаем свои рабочие места сука мы организуем такие бабские партизанские отряды моим сука этот кремль ебучий на кирпичи блять разберем пускай сука лучше не бесят они знают что у нас пацаны воюют они могут дать просраться но они еще сука не знают какие у нас бабы запорожские ебнутые пускай лучше не достают со всей украины сейчас запорожье действительно держит можно сказать фронт мы слышим как гремит земля как бабахает все сегодня бабахало раз пять или семь мы ездим туда на схит мы видим уставших солдат мы очень надеемся что победа будет очень скоро ты мне когда сбрасываешь видео или фотографию муж не даст соврать я сижу я рыдаю я сижу я рыдаю потому что ну я рыдаю того что вот сделали приятно пускай маленькую мелочь мелочевку да тут же самый там ключ этот мать его замок но приятно что ну хоть как-то помогли ты понимаешь как и меня поле собирает меня распирает гордость я когда вижу тебя я когда вижу богдана да ты мне скинула новую фотку или там видео а меня распирает вот это ты шо я горжусь этим я горжусь что я знакома с тобой ты ячейка ты звено таких как ты должно быть больше многие меня не понимают но я считаю что в городе у нас очень много людей у которых есть возможность помочь она есть ходят по кабакам гуляют позволяют себе жить на широкую ногу так как будто бы ничего не произошло пускай даже там три тысячи человек три тысячи человек по 10 по 20 гривен по 100 гривен это деньги в наше время это не деньги если каждый как-то будет кто-то копеечка и кто-то там допустим те же теми же продуктами там бинтами медикаменты там я не знаю детская одежда мужская одежда там женская одежда если каждый но в состоянии помочь но он просто не хочет этого делать потому что он сидит и думает а зачем еще ждал вопрос алина скажи ты когда-нибудь своей жизни тебя кто-нибудь запорожье притеснял за то что ты разговариваешь на русском языке я абсолютно спокойно разговариваю что на русском что на украинском языке мне никто никогда не и слова не сказал по этому поводу это ложь что нас притесняет это ложь пиздеж и провокация жарю хотите запикивайте хотите не за сколько русских граждан живет запорожье тоже очень много очень и нам безразлично лишь бы они все равно мне главное человек да пускай он даже разговаривает как суржик да там слова русск мне главное вот какой человек на каком он языке говорит не без разницы ну вот уже прошло больше ста дней войны мы увидели насколько все поменялось где они наступали куда они ушли сколько лжи они уже рассказали что они и на киев не собирались идти им это не нужно киев за три дня взять обосрутся мариуполь уничтожили сколько в оккупации людей сейчас страдает как ты думаешь после войны наш народ крепче станет дружнее та ситуация которая вот произошла она настолько объединила и сплотила людей со всего мира по крайней мере вот я смотрю вот по нашему дому если каждый ну вот раньше был как-то но сам по себе держался ну как-то ну так отдельно обособлено после того когда вот это произошло у нас очень много людей ну которые уехали по этим причинам у нас люди друг за друга готовы глотки порвать объединение про мы объединились мы стали более дружнее мы приезжает чужая машина мы проверяем номера мы подходим спрашиваем кто вышел и откуда что надо и я смотрю это не только у нас вот многие общаюсь многими то есть те которые нут есть люди которые раньше ну такие только говорили различные банты и безразличие вот это она исчезла он уже подходит и спрашивает слушай а может чем-то помочь может что-то надо я я думаю что если вот у нас люди сплотятся еще больше и если они будут действительно помогать нашим пацанам без разницы в госпитале на передовой в госпитале те же пацаны кто на боевых точках получил ранения какие-то увечья мы будем помогать это их поддерживать будет это наоборот их будет подталкивать конечно сильные здоровый крепкий сыр и жила гид на час учили отцы чьи-то мужья чьи-то сыновья из-за чего из-за того что у этого блять тут ли рас кого пидораса мозги на бекрень поехали то чтоб он сдох блять и чем скорее тем лучше я очень рада я тебе честно скажу что я даже сейчас камеру повернусь видно было не плачь я действительно очень рада что вот такие вот простые люди без маникюра педикюра стразиков до без всяких мейкапов такая вот какая она есть такая вот я какая есть нас много таких ребята все кто нас увидел услышал не бойтесь делать что-то хотя бы то что вы можете сделать любая капля и неоднократно это повторяла точит камень а мы ячейка общества вы ячейка общества мы украина и мы победим и мы в это верим сто процентов мы победим и пройдет много 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 лет и все архивы которые будут пересматривать наши дети внуки они поймут что мы просто хотим жить спокойно это наш дом и минусы плюсы мы все сами там разберемся не надо к нам приходить и наводить у нас порядки пусть каждый в своей стране наводит свои порядки вот в моем доме есть там пыль пауки может быть где-то какая-то не знаю там бумажка завалялась за столом это мои проблемы уберу когда будет время всему свое время у алинки может быть там собачки живут она работает некогда прибрать это она уберет у каждого из нас есть соринка в глазе а то и бревно и все мы под богом ходим для всех одинаково светит солнце все на одной земле под одним небом и земля круглая буря бумерангом за возвращается все поэтому чем больше вы сделаете добра и пустите по реке тем больше но к вам вернется подключайтесь делайте что-то ищите волонтеров звоните знакомым солдатам где они находятся спрашивайте беспокойтесь о них им очень нужна психологическая поддержка они уставшие они из последних сил стоят на позициях защищают ваш спокойный сон поэтому все будет украина на русском языке время слава украине героям слава слава зсу с нами бог украина по над усе и знаете еще что наиважливейше або наиважливейше мы все украинцы и мы все это разумеем мы повинны все это разумеете хочемо это мы або не хочемо я разумею что это видео рано или поздно побачу кто-то из российских расистов в бутлерии на русском им скажем мне по барабану продублируем на русском рано или поздно кто-то из российских этих позликов уже не буду ругаться увидит это видео ребят уходите по-хорошему вы говорите у нас президент клоун это наш выбор мы его выбрали на сами разберемся это наш народ это наши правила это наши уставы уходите мы не хотим мира мы хотим войны и гибнут люди у вас гибнут у нас задумайтесь по чьей вине и ради чего ради чего вы теряете своих близких у вас разбитые школы у вас нет нормальных больниц у вас нет парков отдыха у вас нет территории для просто погулять беременным женщинам у нас с нашим президентом за последних пять лет новые дороги у нас больницы новые школы у нас есть есть медикаменты необходимые у нас нет дефицита у нас все есть потому что мы выбрали этого президента мы с ним и он к нам прислушивается мы устраиваем там скандалы предпринимателям что-то не понравилось он всегда прислушивается может быть не сразу может быть не не в первую очередь но я как предприниматель скажу что я всегда видела плюсы только плюсы мало минусов и он одними работает есть люди которые категорично там с матами поддерживают там президента там чтоб он там вова ебаш их блять мы тоже можем так сказать зеленский супер это наш президент вся его команда это наши люди он по крайней мере здесь он не уважалил как говорят россияне политика это такое дело высшее тонкое мы обычные люди вот такие мы просто я мать троих детей алина предприниматель также занимается товаром торговли я торговлей но случилась война и мы не будем стоять на месте мы не будем ждать чего-то мы не будем ждать завтрашнего дня мы будем делать все это сегодня так что ребята у кого есть возможность каким-либо способом финансово либо там другими какими-то вариантами помогайте ребята не стесняйтесь им очень нужна ваша помощь им очень нужна ваша поддержка мы для них как дополнительный зон и заряд энергии мы для них как батарейки они все понимают они нас называют мамочки они все радуются я не знаю что еще сказать меня первым переполняют эмоции хочется конечно очень сильно ругаться орать и плакать алина однажды наступит тот день когда скажет что все война закончилась вот победа думаю что это произойдет очень скоро я верю что этот гнида все-таки загнется либо его грохнут наши либо его же я надеюсь что все-таки я обещала всем как только я встану и мне скажут что все мы гулять будем всем домом мы устроим такой салют новый год отдыхает мы месяц будем бухать еще два месяца похмеляться все что я могу сказать это слава украине героем слава